Железный человек стал настоящим прорывом и без преувеличения фильмом, изменившим всю современную мировую киноиндустрию. Еще бы ведь данный проект не просто сам по себе оказался более чем успешным, заработав почти 600 миллионов долларов в прокате и доказав, что фильмы по комиксам могут и будут становиться все более и более популярными, но кроме прочего и что наверное самое важное, первый Айронмен положил основу целой киновселенной Марвел, которая на данное время стала самой кассовой и дорогой кинофраншизой в мире. Да, Дисней в самом деле сейчас владеет курицей, несущей золотые яйца, но весь курьез заключается в том, что вообще-то MCU должна была принадлежать не дому мыши, а Warner Brothers, что сделала бы данную компанию монополистом на супергеройском рынке, но все сорвалось по просто невероятно тупой причине, о которой мы узнали только сейчас. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Что же, как мы говорили чуть выше, прямо сейчас Марвел это самая дорогая киношная франшиза, еще бы ведь общая прибыль фильмов, созданных под эгидой студии, исчисляется десятками миллиардов, герои и актеры, засветившиеся в этих проектах, превращаются во всемирных звезд, ну а Марвел продолжает оставаться, даже несмотря на определенные трудности, пожалуй, единственным конвейером, который неизменно производит кассовые хиты. А началось все это 14 лет назад, когда фильмы о супергероях не то что не были мировым явлением, как сейчас, но и вообще воспринимались как нечто странное и не слишком перспективное. И вот Джон Фавро, Роберт Дауни-младший и вся их команда показали в 2008 году со своим первым Железным Человеком, как же кинобоссы заблуждались. Но знаете в чем фишка? В том, что данное кино, ставшее в итоге началом невероятного успеха, кочевало от одной студии к другой и никто не хотел за него браться. Universal были первыми, кто попытался заняться внедрением Тони Старка на большие экраны еще в 1990 году, может быть даже и к счастью, что тогда из этой затеи ничего не вышло. И тем не менее, кинобоссы не отказались от нее, потому что далее экранизацию Железного Человека рассматривал 20-й век Фокс, но и там решили, что игра не стоит свеч, а еще позже, а именно в 2006 году, New Line, дочерняя компания Warner Bros. подошла ближе остальных к реализации данной затеи. Более того, Ник Касаветис был назначен режиссером, намеченного на 2006 релиза, со сценарием Дэвида Хейтера, однако в последний момент выяснилось, что и Ворнеры через New Line выпустили из рук птицу счастья, которая в итоге породила собой МСЮ. Причем причина, по которой ВБ не получили самую дорогую кинофраншизу мира, оказалась просто до боли глупой и смешной. Недавно было заявлено, что одна из главных причин, по которой Железный Человек был исключен, исходила от тогдашнего главы студии Боба Шея, который считал всю концепцию бессмысленной. Почему? О, тут конечно очень внимательно слушайте, потому что главный герой, оказывается, будет слишком тяжелым, чтобы летать. Ну мол, что за бред, чувак летает в железном костюме, это какой-то идиотизм, мы не будем такое снимать. Причем, данный секрет хранился где-то на полках более 15 лет, аж пока не стал достоянием общественности сейчас. Естественно, такое веселое разоблачение, обнародованное недавно, вызвало много недоумения, удивления, язвительных шуток и даже гнева, ведь люди не понимают, как умудренные киноворотилы могли быть настолько близорукими и непрозорливыми, чтобы не рассмотреть фортуну, которая сама шла к ним в объятия. Но видите, бывает и такое, в конце концов, все мы живые люди. Да и нужно говорить откровенно, если бы за производство Железного Человека взялись Нью Лайн с Ворнерами, еще неизвестно, что вообще у них получилось бы и была бы сейчас вообще киновселенная Марвел. Или один неудачный фильм о странном мужике, который из подручных средств мастерит себе суперкостюм, оказался бы осмеянным публикой и как минимум на десятилетие отложил бы вообще само по себе появление супергеройского кино как массового жанра. Так что, как знать, может, все мы должны еще сказать тогдашнему боссу Ворнера в мистеру Шею спасибо, но как минимум сама история настолько показательная и забавная, что о ней обязательно нужно было рассказать. На этом мы на сегодня закончим. Пишите, что думаете обо всем этом в комментариях, обязательно подпишитесь на наш канал, кто еще этого не сделал и нажмите на колокольчик. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.